В Анапе всерьез займутся торговлей суррогатом. Выявлять и пресекать такую деятельность на корню – задача главы города. По его мнению, статус курорта требует особого внимания к этой проблеме. В ее решении может помочь ужесточение наказания. В данный момент на стадии согласования находится проект правительства России, предусматривающий существенное увеличение штрафов за торговлю контрафактом алкоголем. Усилит контроль и за продажей алкоголя и сигарет несовершеннолетним. 100-метровая зона вокруг всех образовательных учреждений должна быть свободна от алкогольной и табачной продукции. По результатам таких обследований в 2017 году установлены нарушения в семи торговых объектах. Все рынковые факты зафиксированы в дежурной части ОМВД России по городу Анапе. Сотрудниками ОМВД России по городу Анапе проведены мероприятия по изъявленной алкогольной продукции в количестве 440 литров и табачных изделий в количестве 161 пачек. В отношении виновных лиц составлено 7 протоколов. Всего ОМВД России по городу Анапе в том числе в результате совместных проводимых с администрацией мероприятий направленных на пресечение фактов незаконной реализации алкогольной дисперта задержащих продукций в 2017 году составлено 1352 административных протоколов. Не снижаются темпы и в борьбе с наркоманией. Работа антинаркотической комиссии в 2017 году дала положительные результаты. Наблюдается устойчивое снижение потребления опасных веществ среди населения. В последнее время отмечается стабилизация ситуации незаконного наркопотребления в муниципальном образовании город-курорт Анапа. В течение последних пяти лет фиксируется устойчивая тенденция к уменьшению количества лиц, состоящих на учете в наркологическом кабинете по поводу потребления антинаркотических средств в 2013-й 734-й, 14-й 660-й, 15-й 539-й, 16-й 400-й, 2017-й 312-й человек. По итогам заседания была выработана стратегия работы на 2018 год. Кроме антинаркотических мероприятий, в которых будут задействованы управление культуры, образовании и спорта, заместителям главы Сергеем Козловым было дано поручение казакам совместно с главами сельских округов провести контрольные рейды по выявлению мест прорастания дикорастущей конопли и мака. К работе также подключатся сотрудники МВД. Руслан Душевский, Анапа-регион.